Блин. А какой это мост? Это какой-то? Вороновка. Да. Все, мое. Этой ночью у наших соседей на восточной окраине Кургана в районе аэропорта, который, к слову, из-за подтоплений принимает сейчас лишь спецборта. В микрорайоне Вороновка бурные потоки Табола смыли частный дом, и плывущая изба обрезалась в низководный пешеходный мостик. Тот от удара устоял, зато избушка на курьих ножках развалилась на куски, и ее обломки поплыли вниз по течению. В битве с большой водой Курган потерял свое правобережье. Все движимое и недвижимое, природное и искусственное, в этой более низменной части города мокнет в воде. Левобережье с его жилыми высотками, с властными домами и правосудием, с божьими храмами и мирскими конторами, пока успешно держит оборону за бесконечно длинной баррикадой и сотен тысяч мешков с песком. Правда, сегодня даже на набережной с ее вычурной чугунной решеткой и ротондами царит полное безлюдье. За ограждением, конечно, зевак хватает, но проходы по набережной с утра закрыты полицейскими блокпостами. Проход оставлен лишь для 20 аварийно-технических бригад, готовых к самому неблагоприятному сценарию. За последние сутки Тобол в Кургане стал полноводнее, еще на метр и спичечный коробок. Правда, ночью вода пребывала не столь обильно, как накануне, по 3 сантиметра в час. В итоге к 8 утра воды Тобола балансировали на отметке 9 метров 70 сантиметров, то есть на метр двадцать выше опасной черты и у метре от критической. Разумеется, эти пребывающие на глазах метры и сантиметры для непосвященных как арабская вязь для христиан. Все познается в сравнении. Курган за век с небольшим, или, как принято в России матушке говорить и сравнивать все и вся, с 1913 годом пережил 6 наводнений, два из которых пришлись на годы мировых войн, первый и второй. В 1914 уровень Тобола в столице Зауралья был 932 сантиметра, в 1941 – 951. В 1947 зафиксирован рекордный паводок при уровне Тобола 10 метров 87 сантиметров, в 1957 год – 916, 94 – 10 метров и 6 сантиметров. Если вы не запутались в цифрах, сейчас столица балансирует чуть ниже отметки 1994. Возможно, уже к вечеру эта черта будет пройдена. Но Росгидромет спрогнозировал, что на пике паводка в Кургане вода не поднимется выше отметки в 10 метров 70 сантиметров. Нам кажется, что лишний метр не станет критичным для левобережья Кургана. И рукотворная дамба в случае чего сдержит напор воды. То есть второго Орска не будет. Но о нем чуть позже, а пока пригород Кургана, село Китова и окрестные деревушки с высоты птичьего полета больше похожи на Венецию. Только вместо гондольеров по селу плавают на резиновых лодках спасатели МЧС, загружая на борт замешкавшихся с эвакуацией людей, псов, котов и даже быков. По информации губернатора Курганщины Вадима Шумкова, который накануне в режиме ВКС докладывал президенту Путину о ситуации в подтопленном регионе, голова Курганского паводка устремилась в сторону Тюменщины. Хотя там и без этого лютуют воды Ишима. В селе Ильинка воды в Ишиме превысили прежний исторический максимум 2017 года и почти на метр перетекли за критическую черту. Экстренная эвакуация объявлена в селах и деревнях Казанского и Ишимского районов. В русле Ишима саперы в последние дни произвели 540 подрывов, покрошив подтаявший лед на площади в 3000 квадратов, чтобы избежать заторов у мостов. Погода непредсказуемая, вносит свои коррективы. На вчерашний день лед еще стоял, но после того, как мы отработали вчера, сегодня утром уже заторы намного уменьшились, лед стал проходить под опорами моста, поэтому будем надеяться, что задачи все выполнены. В Ялуторовске разливается табол, а в Тюмени переполняется тура. В селе Казанское добровольцы сооружают дамбу. Уложены уже 20 тысяч мешков с песком. Чтобы труженики не ослабли, их подкармливают кашей и пирогами. Мы подготовили очень вкусный обед. У нас будет салат витаминный, гречка с тушенкой. Сейчас девочки-волонтеры, которые дома, пекут нам пирожки, пекут нам пироги. Хлеб мы уже купили, чай у нас с собой, поэтому в 12.15 у нас будет обед. А тем временем Орск и Оренбург освобождаются от воды. Не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее. Вспученность Урала идет на убыль. За сутки сантиметров на 20 и больше. Вода уходит, а вот мародеры наоборот приходят. В Оренбурге полицейские злобили двух юнцов и тому и другому 21 год, которые за ночь наведались два полузатопленных дома. Истощили музыкальный центр, саундбар, два телека, роутер, куртку. За что задержаны? За крашу вещей из домов. Где находились жители этих домов? Покинули дома из-за паводка. Как вы пробрались в это жилище? В окно. Для ночного промысла мародеры лодку не задействовали, обошлись резиновыми сапогами. Где находились жители этих домов? Покинули дома в связи с потоплением. Вино свое признаете, а? В Урске запущен, правда, не на полную мощность основной водовод и задействованы 24 скважины. Правда, для того, чтобы их запустить в строй, водоканальщики были вынуждены по пояс бродить в холодной воде. Оренбуржье постепенно приходит в себя после почти библейского потопа. Продолжение следует...